Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли на телеканале «Культура» профессор, доктор искусствоведения, ректор Московской государственной консерватории Александр Соколов. Александр Сергеевич, очень рад вас видеть в нашей студии. Спасибо за приглашение. Сегодня вечером в прославленном и обновленном Большом зале Московской консерватории звучат инструменты Антонио Страдивария. Пять скрипок, альт, виолончель, замечательный сюрприз для любителей музыки, и все это в руках молодых исполнителей. Эти инструменты появились на сцене в рамках творческого проекта «Страдивари. Диалог». В чем цель этой истории? Ну, сам этот творческий проект, который действительно уникален, он является частью другого проекта, который уже с 2004 года только набирает высоту. Это тоже диалог, только это российско-французский диалог, это ассоциация, которая была создана под патронатом двух президентов Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и Франции Жака Ширака. И вот с тех пор, собственно говоря, этот проект наполняется совершенно удивительными идеями, одна из которых будет явлена в Большом зале консерватории, и на самом деле она очень хороша. Ну, во-первых, она хороша тем, что она перебрасывает мост от года российско-французских культурных связей к году российско-итальянских. И тут то, что мы избрались в Традивари, это уже фактически такая приманка для публики, потому что, ну, фактически это метафора. Когда говорят, скрипка в Традивари, это может относиться к высшему классу, чего бы то ни было. И мы, к сожалению, в общем, редко видим на сцене эти инструменты, поскольку, хотя их в мире, в общем, достаточно много, их около 500, всего Традивари сделал, так, 1100, по-моему, скрипок, помимо других инструментов. Но они, на самом деле, уже такая редкость, такая драгоценность, что попадают в руки только самых классных музыкантов. И вот мы воспользовались как раз этой идеей объединить две страны, а фактически три, как я сказал, выходом на сцену сразу семи лучших инструментов. Пять из них – это инструменты, которые представлены в государственной коллекции. Это четыре скрипки, даже шесть, четыре скрипки «Альт» и «Велончель». И еще одна скрипка прибудет из Франции. Играть на них будут не просто случайные люди, потому что мы провели конкурс в консерватории в сентябре. То есть был суровый отбор. Да, за право играть на этих инструментах действительно идет борьба, и мы придали ей такую увлекательную форму. Был конкурс сразу всех наших кафедр скрипки, которые выдвинули своих номинантов. И вот уже на основе такого конкурсного отбора мы выбрали тех студентов консерватории и аспирантов консерватории, которые и представят эти замечательные инструменты. Причем во всех амплуа. Скрипка прозвучит соло, скрипка прозвучит в дуэте, с оркестром, в квартете. И, соответственно, вот поэтому появился «Альт» и «Велончель». Тоже с Традиварией. Вы сказали «Госколлекция». Но «Госколлекция» сейчас входит в состав Музея государственной музыкальной культуры. Имени Глинки, да. А сколько там всего инструментов? И будет ли возможен в скором будущем в рамках каких-то творческих культурных проектов появление других инструментов великих итальянских мастеров? Знаете, это уже частично реализовано. И совсем недавно, в начале этого года, как раз завершила работу экспозиция итальянских инструментов. Она прошла в Музее Глинки. И она на самом деле была совершенно уникальна. Вообще, это инструменты работающие. То есть, они все находятся в основном на руках. Концертирующие. Да, и когда их удается собрать вместе, то это, в общем, конечно, большая редкость. Также я хочу добавить, что у консерватории с Музеем Глинки тоже содружество, скрепленное договором. И вот этот концерт тоже часть этого нашего проекта совместного. Поэтому мне очень приятно, что мы находим возможность для таких нестандартных решений. Ну, наверное, и сам Большой Зал такая притягательная сейчас особенность этого концерта, которую нельзя недооценивать. Потому что он не просто обновленный, он возрожденный. Он вернувшийся к тому своему состоянию, которое было в начале 20 века, когда он открылся именно в том великолепии, с той акустикой, в тех колерах, уже давно забытых, которые сегодня многих изумляют и заставляют восхищаться. Ну, святая Цицилия, которую мастера вы возродили к жизни, она благословляет, собственно, ту музу, которая и должна господствовать в зале Московской консерватории. Ну, не все ее еще видели. Это витраж, напомню, витраж, который был разбит взрывной волной в начале Великой Отечественной войны. И сейчас вот он усилиями совершенно замечательных мастеров из Петербурга восстановлен именно в том первозданном виде, в котором существовал. Остались осколки этого стекла, остались фотографии, которые позволили быть уверенными в том, каким он был. Но вот сейчас это одно из тех обстоятельств, которые замедляют шаг спешащих на концерт, поскольку пройти мимо этого витража просто невозможно. Ну, да, для тех, кто еще не видел, там раньше висел портрет композиторов. Да, риберский знаменитый портрет, групповой портрет славянских композиторов, который, кстати, был написанным для славянского базара, для ресторана. И потом был перемещен в консерваторию как раз незадолго до того, как ресторан сгорел. То есть, фактически был спасен этот портрет. Но, разумеется, он сохранился в консерватории, он просто переместился в одно из фойе, где очень хорошо также расположен и также очень привлекает к себе. Ну, я так понимаю, что работы по обновлению не только большого зала, но и вообще пространства, связанного с консерваторией, вот с территорией, окружающей консерваторией, не закончены. Каковы перспективы? Это план, который простирается до 2016 года. Это год юбилея консерватории, 150-летия консерватории. К этому времени очень многое еще будет сделано. Пока мы занимаемся именно реставрацией и приспособлением. Но, в частности, вот то, что увидели в большом зале, это сейчас далеко не все, что можно показать. Потому что в цокольном этаже, чего раньше никогда не было, новый репетиционный зал, классы для ударных инструментов, для контрабасов, то есть вот для тех шумных инструментов, которые требуют особого помещения. И там еще современнейшие электронные студии, которые тоже у нас раньше не было. Поэтому этот этаж, подземный этаж, он будет работать, высвобождая, кстати говоря, время для концерта в большом зале. Потому что значительная часть репетиции переместится именно в это пространство. О концерте, с которого мы начали сегодняшний разговор, звучат произведения Чайковского, Сарасаты, Винявского, Паганини. Я хочу вас спросить, как человека, в совершенстве владеющего теорией современной композиции. Где произведения мастеров, современников не Екатерины Великой и Николая Павловича, а наших с вами? Вы владеете экономикой вопроса, может быть, как-то постимулировать грантами или теми же конкурсами для того, чтобы все-таки для молодых, подающих надежды, талантливых людей, сочиняющих музыку, были серьезные основания оставаться в профессии. Вы имеете в виду творчество мастеров, которые создают музыку или которые создают инструменты? Которые пишут музыку. Пишут музыку. Но вы не правы в смысле, что прекратился жанр. Нет, хотя на самом деле вершина скрипичной музыки, очевидно, все-таки позади. И в это трудно не поверить, потому что есть какие-то другие акценты в каждой эпохе, они сделаны. Но, тем не менее, есть те резервы инструмента, которые как раз именно сейчас раскрывают очень многие интересные композиторы. Ну, в частности, у Пиндерецкого, который недавно провел свой блестящий концерт в консерватории, как раз написан скрипичный концерт, который очень интересен новыми возможностями этого инструмента. И сейчас у нас в консерватории, вот уже на протяжении нескольких лет, происходит такая специализация. И исполнителей, и композиторов, причем именно в синтезе их, собственно, ориентиров таких творческих. И поэтому вот студии новой музыки, такой ансамбль, который у нас существует на уровне аспирантуры, и означает, что когда уже все на инструменте изведано, вдруг открываются новые горизонты, благодаря тому, что приходят современные композиторы, начинают вместе с исполнителями искать эти новые пути. Вот этого не было никогда в Московской консерватории, действительно, 21 век. И вот то, что композитор может тут же проверить и в звучании, и на публике, как воспринимается это новое слово в искусстве, это, конечно, очень ценно. И поэтому у нас вот очень полюбила публика эти концерты, они проходят, как правило, в Рахманинском зале. Но вы согласитесь с тем, что необходимы какие-то меры стимуляции творчества молодых композиторов? Я думаю, что главным стимулом для композитора является звучание его музыки. Потому что очень многие годы, как раз вынужденно откладывая свое творчество в стол, и не имея возможности его услышать, очень многие меняли даже направление своего творческого пути. Ну, особенно это было связано, конечно, с оркестровой музыкой, симфонической, поскольку это наиболее сложно. И вот Московская консерватория, в частности, эта проблема не то, что преодолена полностью, но, во всяком случае, продвижение очень очевидно, и как раз возможность прозвучать, причем в очень высококлассном исполнении, это демонстрирует наши государственные экзамены. Потому что симфонические оркестры, хоры и консерватории, солисты, камерные ансамбли, все к их услугам. И таким образом, самое главное, что происходит в этот момент при получении диплома, это все-таки творческое событие. Ну, а, конечно, материальная сторона также очень важна, и у нас, к сожалению, вот та практика госзаказов, которые привыкли в советскую эпоху, она еще не восстановилась, но всякого рода гранты, всякого рода конкурсы, они существуют, естественно, не только у нас, но и за рубежом. Они совершенно различны по формам организации, но они известны. Ну, мне кажется, что вот такие вот международные культурные проекты, они тоже способны поддерживать творчество молодых композиторов. Я почему так акцентирую и ваше, и свое внимание, внимание зрителей на этом вопросе. В эту студию приходит очень много замечательных музыкантов. И поверьте, из раза в раз мы вспоминаем недалекую историю, когда во времена венских классиков в залах не звучала другая музыка, кроме как современная. Сейчас и кассу, и зал собирают гении, к которым мы привыкли. Эти фамилии я не буду перечислять, от Чайковского, Моцарта, Баха и так далее. Но тех композиторов, имена которых могли бы причислить к нынешней национальной элите, таких, ну, немного. Вы знаете, все-таки есть фактор времени, потому что большие имена, они очень часто все-таки утверждались в общественном признании, уже, к сожалению, за пределами своей земной жизни. Шостакович, Прокофьев, тот же Пиндерецкий, это... Это да, это приятное исключение, но хотя можно привести множество примеров обратного. Но, вы знаете, здесь все-таки эпоха другая, потому что эта эпоха стремится слушать всю панораму. Очень долго в истории музыки каждое поколение слушало именно современную музыку и забывало о предыдущем. Это, в общем, был такой ритм, исторический ритм. А сейчас, наоборот, такой мультикультурный подход, когда все звучит, все смешивается, все взаимодействует. Возникает особое перекрестное опыление вот всех этих самых пластов культуры. Поэтому современная музыка, она занимает свою нишу, но, естественно, она звучит на совершенно другом фоне. И в этом ее будущее, видимо, проявится все-таки позднее. Позвольте личный вопрос. Вы родились в Ленинграде, и, насколько я знаю, какое-то количество времени в детстве проводили в доме замечательного писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. Но я так понимаю, что дом находился не в Ленинграде, а, наверное, в том самом, собственноручно им построенном доме в селе Карачарово. Ну, во-первых, я не проводил там время, я там родился и вырос. Но, конечно, есть дом и в Ленинграде, на нем висит мемориальная доска, это на московском проспекте. Там я ходил в школу, там я до 15 лет, собственно говоря, и жил. Потом приехал в Москву именно учиться. А то, что вы сказали про Карачарово, это совершенно другая избушка. Действительно деревянная скромная избушка на берегу Волги, которая сейчас стала музеем. То есть там все сохранено именно в таком виде, в котором я это застал, будучи ребенком. А вы помните каких-то гостей, появление которых невозможно забыть? Ну, разумеется, таких гостей было очень много, но из тех имен, которые всем известны, это прежде всего Александр Трифонович Твардовский, который там очень много провел время, он там, собственно, и жил. Там писал из «Адаль-Удаль», там писал «Сатеркин на том свете», там он впервые читал это у Камина. Есть эти магнитофонные записи, которые в этот момент, к счастью, были сделаны. Но все это сохранилось. Но помимо этого, там были очень яркие личности. Там, допустим, в самый сложный период своей жизни несколько лет жил Виктор Некрасов. Вот он был тогда таким диссидентом. И его действительно не печатали, и тоже Твардовский его поддерживал. А жил он там каждое лето. Я не зря задал этот вопрос, потому что в детстве я с удовольствием читал книги вашего деда. И вот через вас, он нас слышит, я надеюсь, хочется сказать огромное спасибо и поклониться. Для моего детства это был знаковый момент. Ну, в те годы, собственно говоря, все учебники по русскому языку, и «Родная речь» был еще такой учебник для первого класса, они все были очень тесно связаны с его творчеством, поскольку там были фрагменты из разных произведений, как образец чистого русского языка. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Сегодня в главной роли на телеканале «Культура» ректор Московской государственной консерватории, профессор Александр Соколов. Обязательно увидимся. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова